В Тверской области показатель количества заболевших жителей региона COVID-19 за сутки приближается к отметке 400. Вирус не щадит ни молодых, ни возрастных, ни детей. Для лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции в регионе развернуто почти 2500 коек. В связи со сложившейся обстановкой инфекционные госпитали были перепрофилированы несколько корпусов областной клинической больницы. В том числе в октябре 2021 года дополнительные койки были открыты и в здании консультативной поликлиники. Это еще 150 дополнительных мест. Всего на базе медицинского учреждения функционируют три инфекционных корпуса примерно на 400 коек. В красной зоне нашу съемочную группу встречают врачи и министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. У нас обстановка напряженная во всех инфекционных госпиталях. Их у нас сейчас 15. Естественно, областная больница показательная. Здесь самые тяжелые больные. Достаточно много этих больных коронавирусом. И, конечно, тяжело сейчас приходится медикам, потому что испытывают огромную нагрузку. То есть все госпитали переполнены. Но вот в эту волну очень много молодых. И реанимационных. И в 20 лет попадают на ИВЛ, и в 30. В основном здесь лежат непривитые. Инфекционный госпиталь стал своего рода многопрофильным отделением. Здесь лечатся пациенты, нуждающиеся в хирургической помощи пациента с травмами, с хроническими заболеваниями беременной женщины. Мы идем в обход вместе с врачами. Палаты инфекционного госпиталя полны. Но у нас есть возможность пообщаться с абсолютно любым пациентом. И мы это сделали. Как выяснилось, большинство тех, кто лечится здесь, не вакцинированы. Идем на поиски тех, кто привился. Их доля крайне мала, рассказывает Сергей Козлов. Действительно, никто из наших собеседников не был привит. Но в одной из палат нашлась вакцинированная пациентка. К слову, на больничную койку ее привел не сколько коронавирус, а сколько хроническое заболевание. Такое бывает, но лечение занимает гораздо меньше времени и усилий медиков. Ну, более-менее легко. Температура у меня 37,5, самая большая была. Ну, единственное, кашель, но, в принципе, нормально. Бабушка у меня тяжелее. А вот у вас какие-то сопутствующие есть? У вас все-таки с поражением? Ну, сопутствующие. Я, в общем-то, с почкой, потому что у меня осложнение. Или, может, не осложнение, но что-то там, мочекаменная болезнь. В больнице все предусмотрено. Вот, например, как раз палата для больных, которым необходим гемодиализ, рассказывает министр. Пока человек болен COVID-19, больше нигде эту процедуру ему не сделают. Болезнь почек привела в стационар и жительницу Твери Наталью. У меня муж. Я так думаю, что от него. Потому что он лежал у меня в 6-й горбольнице, уже выписали его, слава богу, все хорошо. У меня хронический пилонефрит с годика и мочекаменная болезнь. Тяжелые пациенты проходят серьезное лечение, довольно агрессивную терапию. Так как прямого лекарства от коронавируса нет, приходится применять другие препараты, побочка от которых тоже имеет место быть. Впрочем, и последствия самой болезни пугают. Легкие становятся в два раза больше, тяжелее. Они как резина становятся. То есть с помощью таких легких человек не может дышать, не может происходить оксигенация кислорода. Ну и мы находим при вскрытии умерших людей, находим поражение мозга, поражение печени, кишечника. То есть такой вирус, который поражает все органы. Еще одна категория сложных пациентов – это беременные на разных сроках. На днях врачи приняли юбилейные 65-й роды. Сюда беременные попадают либо из роддомов, либо по скорой помощи, как Ирина. Третья беременность подряд. Срок – 32 недели. 48% поражений легких. Позади – 8 дней реанимации. Через сильные головные боли. Потом начались сильные мышечные боли. Позвоночник очень сильно болел. Я сутки пробыла здесь в отделении, мне еще хуже стало. И забрали в реанимацию. Обязательно нужно вакцинироваться. Через 6 месяцев я бегом-побегу. Стремительное развитие тяжелого течения отметила пациентка Анастасия. 36 недель, 5 дней реанимации. Вспоминает, что были сильные боли в груди. Слава богу, врачи хорошие тут. Такие, что назад вытащили. А большой процент поражений? 76 было. Было 36 при поступлении, потом 76. Пока одни сомневаются, другие думают. В реанимации уже давно не видно свободных коек. Заведующий реанимационным отделением номер 4 Павел Мельниченко рассказывает, как вытягивают с того света самых тяжелых пациентов. Это возможно благодаря наличию техники. Аппарат ЭКМО – дорогостоящая техника, которая имеется в арсенале не каждой больницы. В Тверской областной их два. Полностью берет на себя функцию оксигенации крови кислородом. У нас прошло в районе 20 пациентов. Пять из них удалось спасти. В реанимации сейчас находится больше 40 пациентов. Пиковая нагрузка, большое количество поступлений. По 10 человек в сутки где-то поступает. Тяжелые. И сейчас изменился возрастной состав. Если раньше были 80-85 плюс, то сейчас идут молодые 33-летние, 40-летние. Между тем, многие жители страны нерабочие дни до 7 ноября восприняли как каникулы, которые можно потратить на путешествия. Медики напоминают, что сейчас лучше по возможности оставаться дома, сократить количество личных контактов. И главное – вакцинироваться. Прививка не защитит на 100% от самой болезни, но поможет легче ее перенести. Продолжение следует...